Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ. Дмитрий Сетрович, вы только что вступили во второй срок. С какими планами пришли? Ожидали ли вы второго срока? Доброе утро, здравствуйте. Я ожидал, несмотря на то, что на сегодняшний день кадровая политика, особенно администрация президента, касающаяся руководящего состава областного звена, предъявляет очень строгие требования. В связи с чем вопрос прохождения на второй срок был очень непростым. Само законодательство эти вещи регламентирует, и сама эта процедура длилась 9 месяцев. В рамках которой, естественно, проверялись или перепроверялись все те данные, которые я указал в анкетах, в декларациях по поводу имущества, остальных вещей, по поводу родственников. Прохождение, еще раз говорю, многоступенчато. Это и позиции Верховного суда Российской Федерации, это и высшая куриционная коллегия, кадровая комиссия, администрация президента. Ну и окончательно президент 31 числа поставил точку, подписав указ номер 246. Само назначение, несмотря на то, что оно вроде бы ожидаемо было, потому что каких-то вопросов и проблем в судебной системе Торстана нет, оно было знаковым в связи с тем, что мы считаем, что это все-таки, я считаю, что это не столько, скажем, доверие мне, что имеет место быть, но это оценка деятельности судебной системы нашей республики, которая работает стабильно, а стабильность на сегодняшний день, она нужна. Поэтому, естественно, я, так же, как и мои коллеги, и вся судебная система, рады тому, что произошло. Будем двигаться вперед, решать те основные стратегические вопросы, которые у нас были. Вместе с тем, есть, естественно, еще и определенные планы, касающиеся того, что нам предстоит в ближайшие 6 лет решать. Это, естественно, и введение института суда присяжных, это и вопросы, связанные, я так, насколько информирован. Вопрос создания апелляционных и кассационных судов, он практически решен, и, видимо, законопроект в ближайшее время будет рассматриваться в Государственной Думе, и со следующего года предполагается создание вот этих новых структур, что, естественно, опять же, повлечет в определенной степени нагрузку на судебную систему в части решения кадровых вопросов. Возникнут новые процедуры, отрыв от областного звена апелляционной инстанции по поводу решения областного звена высшестоящим судом, ну и, естественно, и кассационная инстанция уйдет с областного звена. В рамках обсуждения предполагаемых вот этих новаций, связанных с созданием кассационных апелляционных инстанций в Москве, мы с коллегами обсуждали, и мы считаем, что это будет очень серьезная судебная реформа, касающаяся вот и внесения структурных изменений в судебной системе судов общей юрисдикции. Каково ваше отношение к появлению, к введению суда президента? Отношения у меня достаточно нормальные. Мы считаем, что, да, ну, обсуждать политическую волю руководства в этой ситуации сложно. Гражданское общество вот неоднократно обращалось президенту о том, что необходимо расширить. Вот решение было на эту тему принято, и, естественно... Вы все плюсы и минусы знаете. Мы и плюсы, и минусы знаем, но вы знаете, на сегодняшний день функционирование суда присяжных свидетельствует, что, по большому счету, этот институт не очень-то и востребован. Само общество, ну вот гражданское общество настояло о введении института присяжных на районном звене. А у нас проблемы даже вот на областном звене рассмотрения этих дел, это формирование состава присяжных. Люди не очень хотят идти, особенно по большим делам, когда, естественно, их работодатели не заинтересованы своих людей отпускать для исполнения гражданского долга. Это ведь гражданский долг, вот, нужно. При формировании приходится вызывать, ну, чуть ли не в 10 раз больше того, что требуется. Приходят половины, из этого половины, естественно, определенный отсев. А вы представьте, вот в тех небольших сельских районах, которые у нас есть, где там по 10-15 тысяч, из состава этого населения сформировать суд присяжных из шести человек, чтобы он был беспристрастным, и эти люди не знали своего односельчанина, это ведь очень непросто сформировать. И при том, что решение, принимаемое присяжными, оно ведь, они решение свои не объясняют. При том, что шесть человек, будет трое, могут оказаться знакомыми, пожалеть еще что-то в этой ситуации. Поэтому сам вердикт, который они вынесут, он непредсказуем. А сам вердикт не оспаривается, не обжалуется. Да, в первоначальный период введения суда присяжных, это было достаточно, ну, скажем так, востребованным. Наши фигуранты, которые оказывались перед судом, считали, что с помощью рассмотрения судом присяжных, они могут там оправдательный вердикт получить. Но это ведь не всегда так происходит. Сам суд присяжных интересен тем, что вердикт не оспаривается. Говорить о том, что не доказана моя вина, о том, что не установлено, да, что присяжные неправильно вынесли этот вердикт, они, люди, не могут. Можно обжаловать только процедуру, что процедура была нарушена в рамках рассмотрения. И все, этот вопрос достаточно непростой. Поэтому в последние годы не очень-то все это и востребовано, по большому счету. У нас вот за прошлый год три дела всего лишь в Верховном Суде рассматрено было судом присяжных. Ну, я так примерно вот скажу, сейчас у нас ведется очень большая организационная работа. Мы проводим большую учебу с судьями, которые, предполагается, будут работать в рамках института присяжных, с аппаратом. Вот. Под эту категорию, которая может попасть под рассмотрение судом присяжных, ну, в республике где-то 500-600 дел может оказаться. Ну, 200, если 200-300 рассматриваться будет присяжным, это тоже неплохо. Хотя, вот, организационные вопросы, они остаются. На сегодняшний день суды не расположены в тех зданиях, где возможно создать надлежащие условия. Там определенные условия должны быть. Присяжные не должны пересекаться с публичной зоной, с людьми, в коридоре. У них должен быть, прошу прощения, свой туалет даже, вот, своя комната приема пищи, чай пить и так далее. У нас на сегодняшний день, ну, вот, посмотрите, в каких условиях функционирует Советский районный суд. Вот те, кто, те люди, которые сталкиваются, знают о том, что вынуждены в коридорах ставить стулья для того, чтобы участники процесса могли участвовать в рассмотрении дела. И не во всех судах такие условия. Я не говорю уж, что у нас в республике еще относительно нормально, а в России во многих местах. Вот, создать надлежащие условия под этот институт нужно было соответствующее финансирование выделить для того, чтобы реконструкции какие-то провести. Вот, финансовая сторона, конечно... Сказать о том, что конкретно цифры есть, которые требуются для решения, невозможно. Значит, нам сказали, используйте те ресурсы, которые у вас есть, вот, те возможности в рамках текущего финансирования. Специального финансирования для создания института присяжных абсолютно не было. Поэтому мы, как выход из положения, предусмотрели такие варианты. О том, что есть у нас какие-то крупные базовые суды, такие, как, допустим, Челнинский городской суд, Нижнекамский, Альметьевский, в очень хороших условиях. Даже здесь пригородные, в Искогорский районный суд, в очень хороших условиях. То есть, эти базовые суды могут быть использованы для проведения суда присяжных из соседних регионов, там, где нет реально этой возможности. То есть, вероятнее всего, и в Казани у нас тоже, допустим, Московский районный суд, вот, недавно, от которого переехали, они бывшие здания ФАСПО, он тоже имеет такие возможности. То есть, эти вещи мы предполагаем вот в таком формате решать, решение этих вопросов. Вы сказали, что не очень охотные будут в присяжных седателе, там же идет какая-то оплата им еще за это? Оплата идет, да, оплата идет, дневной заработок, нет, дневной заработок, половина дневного заработка судьи, это достаточно серьезные деньги. Вот, понятное дело, когда приходят присяжные пенсионеры, там, или безработные, а если человек работает, а не очень-то и хотят, потому что теряют их заработки. Вот, и по большому счету, я говорю, не заинтересованы, работодатели не заинтересованы, ну и люди сами надолго отрываться, естественно, от работы и заниматься этим. А сам по себе этот гражданский долг, он ведь достаточно ответственный, брать на себя, это вот, прошу прощения, комментаторам хорошо критиковать нас там в рамках обсуждения того или иного вопроса, а реально вот брать на себя ответственность и сказать, этот человек виновен, его надо, прошу прощения, посадить там на пожизненное, или этот человек не виновен, его надо отпустить. Эту же ответственность надо брать, и это очень непросто. Там достаточно бурные дискуссии происходят в рамках обсуждения, вынесения этого вердикта. Многие даже вплоть, можно сказать, не решаются и боятся. Тут и эта сторона никуда не едет, ответственность большая. Как вы считаете, введение в институты пресежного заседателя, оно стимулирует следственные органы еще более на качестве? Естественно, потому что мы и с ними тоже работаем, и с правоохранительными структурами, в частности касающиеся необходимости изменения отношения к расследованию вообще всех дел, а в частности тех дел, которые могут оказаться перед судом присяжных, здесь совершенно другое. Здесь, естественно, должны быть доказательства, и сторона обвинения должна быть представлять это все и доказывать, а не просто говорить о том, что вот, совершил вот это доказательство, еще что-то. Эмоциональная сторона восприятия, она достаточно непосреднюю роль играет. Я вот как пример, имевший место быть, именно в нашей практике привожу. Когда было совершено здесь, в Казани, изнасилование, значит, она вышла с ночного клуба, он ее на остановке подождал, завел за остановку и совершил там насильственные действия. Присяжными оказались женщины и вынесли оправдательный вердикт, а нечего ходить по ночным клубам. Хотя факт неоспорим, он установлен, экспертиза проводили, потерпевшие живо рассказывают. Ну вот как к этому относиться? Они имеют право, это вот, скажем, издержки суда присяжных, которые на эмоциях могут, по идее, любое решение. Либо там у них есть в обязательном порядке старшина, так называемый, они его избирают, и он, естественно, ну вот руководит вопросами обсуждения, вопросами заполнения этого опросного листа и так далее, который наиболее уважаем, естественно, и этот старшина может определенным образом тоже формировать. Поэтому контролировать это невозможно, но это вот издержки суда присяжных, естественно, они имеют место быть. Но я еще раз говорю, вот общество захотело, в связи с чем, естественно, решение было такое принято, политическое решение. Будем смотреть. Когда уже они у нас появятся? Они у нас 1 июля следующего года вводятся в действие, и вероятнее все начнут функционировать. А на сегодняшний день мы активно проводим и организационные мероприятия, и учебу судей, и учебу аппарата, касающихся рассмотрения именно в этом формате. Потому что там совершенно по-другому все эти процедуры, и, естественно, и судья себя совершенно по-другому должен вести. Он не может никакие там не только предпочтения высказывать, останавливать еще что-то. Ну, законодатель предусмотрел. Сами судья как? Судьи нормально к этому относятся. Поэтому, вы знаете, а с другой стороны, вот мне как судья кажется в этой ситуации, с груз ответственности, судьи снимается. Присяжные, народ, решил, берет на себя ответственность. Отпустить, не отпустить, виновен, не виновен. А судья с этим ничего сделать не может, он же не может это обсуждать. Он просто после этого определяет меру наказания. Человек виновен, виновен. Требуется снисхождение, не требуется снисхождение. Пишет, присяжные признали виновным, определить меру наказания. То есть это и приговор сам по себе усеченный. Там нет вот этого расписывания того, что деяние само расписывается, а доказательная база того, что это вот совершено было, естественно нет. Просто присяжные признали виновным, определить меру наказания. Уже не обжалуются. Уже сам вердикт не обжалуется. Поэтому те фигуранты, которые оказываются перед судом присяжным, и они осознают, что соглашаясь на суд присяжных в этой ситуации, они не смогут обжаловать доказательную базу и признание вердиктом присяжных виновными. Это тоже ведь? Говорить, это не я совершил, прочее все. Но ты согласился на такой суд, тогда все, мирись. Сейчас идет уже формирование базы присяжных? Да, идет. Мы обратились к президенту нашей республики. У нас власть субъекта, она определяет, естественно. По каждому району будут количество определять. Я могу даже сказать, вот мы тут занимались этим вопросом. Так, вот. По каждому муниципальному образованию у нас будет 156 тысяч. И для Верховного суда 38 тысяч. Это много. Да, с копейками. Хотя я вот еще раз говорю, вот о невостребованности. Институт присяжных у нас в Верховном суде с 2003 года функционирует. И за это время всего лишь 80 дел рассмотрено было. Это 80 дел присяжными, да. Это всего лишь 8% от тех дел по первой инстанции, которые Верховный суд рассматривал. Это очень мало. Поэтому говорить, что он очень будет востребован, я бы так не сказал. Еще одна новшесть по судебной реформе, это на назначение исправительных работ в виде наказания. Оно уже сейчас. Оно введено в действие, но проблема в том, что вот этих центров по всей России всего лишь, если не изменяет, там четыре. Предполагается, что и у нас создадут. Само наказание, наверное, востребовано. Не обязательно в порядке лишения свободы людей направлять места лишения свободы. Это не лучший вариант. Хотя цифра достаточно стабильна. Места лишения свободы у нас 27% общего количества осужденных направляется. Но это стандартно. И среднероссийская цифра 27%, у нас 26%, даже чуть меньше. Это не лучшее решение вопроса, потому что отрыв человека от общества влечет его в дальнейшем очень сложную проблему, связанную с социализацией, с возвращением в нормальные условия. Вы понимаете? Понятное дело, что большинство, скажем так, осужденных к лишению свободы, это люди, уже неоднократно бывавшие в местах лишения свободы. Либо это люди, которые в рамках испытательного срока условного наказания совершили преступление. Либо совершили преступление тяжкие, особо тяжкие, где действительно бесспорно лишение свободы идет. А так, практически, если человек по первому разу привлекается к уголовной ответственности, реального лишения свободы не дают. Потому что мы прекрасно все это понимаем. Поэтому, конечно, вот этот новый институт наказания, он востребован. Он вводится. Да, в Казани. Ну, я этим, этой проблематикой занимается наша вот структура исполнения наказаний. Вот, только на их совещании как-то прозвучало, что это будет на базе бывшей колонии несовершеннолетних. Вот, была там у нас, в районе ниже площадки. И они там вроде реконструкцию проводят. Вот, насколько я в курсе. Не знаю, вот реально, да. Сейчас назначаются исправительные работы или еще пока нет? Назначаются. Ну, судам мы высказались о том, чтобы они не злоупотребляли назначением этого наказания. Потому что реальное исполнение очень непросто. Самое ближайшее, что от нас находится, это в Башкорстане. Приходится туда отправлять людей. Не так давно заявления в суды, обращения в суды начали принимать через интернет. Да. Разгрузило как-то, у нас как-то выстрелы улучшило вообще работу судов, облегчено. Сама идея электронного правосудия, она очень перспективная. Перспективная. И мы считаем, что все-таки она получит очень сильное развитие. Потому что цифровые технологии, которые на сегодняшний день стремительно развиваются во всех сферах нашей жизни, это и электронный бюджет, это в электронном виде получение документов, информация, электронное правительство. Об этом и Владимир Владимирович Путин говорил о том, что вот стратегическим на сегодняшний день остается вопрос электронного правительства и прочих этих вещей. Естественно, и правосудие как одна из ветвей судебного, как одна из ветвей власти, она тоже старается от этого не отставать. На сегодняшний день все суды общей юрисдикции охвачены одной информационной технологией, это государственная автоматизированная система правосудия. Газ правосудие называется, в рамках которой у каждого суда, начиная от мирового, районного, областного и верховного суда Российской Федерации, есть свои сайты. На этих сайтах, естественно, можно посмотреть любую информацию, начиная от истории этого суда, указов о назначении судей, руководства. Можно туда обращаться и заканчивая, естественно, и расписанием дел, которые рассматриваются этим судом, когда назначены, какие результаты и даже вплоть до того, что можно своим судебным решением посмотреть и скачать. В рамках использования этого ресурса в прошлом году, в исполнении федерального закона, естественно, была разработана соответствующая программа, которая позволяет в электронном виде обращаться в суд с исковыми заявлениями, с жалобами, кассационными, апелляционными. Но вместе с тем, это требует соответствующих цифровых возможностей электронного подписи, квалифицированной, усиленной. Механизм очень непростой, потому что это потребовало, естественно, с нашей стороны обучения судей для того, чтобы эти документы принимали. И вот я могу сказать только о том, что на сегодняшний день у нас в рамках этого в районные суды поступило 2465 таких заявлений. Верховный суд 248 таких заявлений. Но сложность какого характера? Сложность связана с тем, что кроме того, что обращение человека и исковое заявление должно быть подписано этой квалифицированной, усиленной электронной подписью, прилагаемые документы должны быть соответствующим образом заверены. Поэтому процесс на сегодняшний день в определенной степени дублируется. Получаем в электронном виде, для того, чтобы противоположным сторонам отдать, ответчикам отдать эти вещи, мы вынуждены, естественно, еще и распечатывать на сегодняшний день. Потому что у ответчиков в обязательном порядке есть такие возможности, чтобы в электронном виде получить это все. Мы их обязательно не можем, потому что электронную почту иметь там еще какие-то возможности в отношении этого. Да, внедрение этого института идет не очень просто на сегодняшний день, но за ним будущее. Но в определенной степени и ускорять будут вопросы, связанные с тем, что не на бумажных носителей. Экономия бумаги, ускорение самого процесса, упрощение, прозрачность и прочее. Это вот все на это рассчитано. Так что Татарстан, в принципе, один из наиболее, ну скажем так, продвинутых регионов в части использования информационных технологий. И судебная система, наша Татарстана, также старается использовать наши республиканские ресурсы. В частности, это вот так называемый электронный документооборот. Вы же знаете, у нас на сегодняшний день весь документооборот на бумажных носителях ни администрация президента нашей республики, ни кабинет министров не принимает. Только все это в электронном виде идет. Мы, несмотря на то, что мы федеральная структура, мы тоже вошли в эту программу и в ней работаем. Работаем и используем ее ресурсы, возможности в взаимоотношениях с нашими районными судами, с мировыми судами. Возникает, допустим, какой-нибудь вопрос, связанный с необходимостью проведения какого-то обобщения. Вот, Верховный суд Российской Федерации достаточно часто просит у нас провести обобщение по какой-то категории дел. По электронному документообороту буквально за полчаса, за час это все уходит в районные суды и ответы тоже самое в электронном виде. Никаких бумажных носителей, никаких расходов на почтовые перемещения, на то, чтобы доставить это все. Это же упрощает, ускоряет и достаточно в части контроля и обобщения этих вещей. Вот, поэтому мы практически в России, я имею в виду судебная система, единственная, которая использует вот такую возможность. На самом деле, в судебной системе эти программы предполагаются внедрять, тоже электронный документооборот, но это в 2019 году только. А у нас это функционирует, поэтому эти вещи есть. Вот вопрос возможности использования информационной технологии, в принципе, он был и остается одним из стратегических в тех целях, которые мы ставим по поводу развития нашей судебной системы. Увеличилось ли количество уголовных дел рассмотренных, рассматриваемых? Если да, то с чем это связано? Да вы знаете, говорить о том, что происходит увеличение или уменьшение, нет, колебания определенные имеют место быть. Вместе с тем, конечно, общая тенденция имеет место с увеличением. Ежегодный рост практически где-то на 5%. Но это я имею в виду все, и гражданские, и уголовные, и административные. Говорить о каких-то тенденциях, связанных с криминальными делами, с преступностью, это очень непросто. Здесь много разных сопутствующих вещей, в том числе и вопросы, связанные с экономикой, вопросы, связанные с безработицей. Естественно, вот тот кризис финансовый, который последний произошел, он во многом повлек сокращение рабочих мест, ухудшение финансового положения. Естественно, с этим происходит определенный рост коростных преступлений. Вот, людям-то жить на что-то нужно, это вот эта сторона. Беспокоит нас, конечно, динамика роста преступлений, связанных с наркотиками. Это тоже наркотизация общества, особенно молодежной среды, это вот вызывает определенную озабоченность. По экстремизму больше статистов рассматриваются? Это статей, то есть, это категория дел больше, но нам представляется, это все-таки больше связано с работой, с усилением работы правоохранительного блока, именно в этом направлении. Вы же видите, этот вопрос, он достаточно актуальный, очень актуальный, вызывающий озабоченность не только у руководства, но и у простых граждан. Вопрос безопасности, вот мы же видим, что происходит в Европе в связи с тем отношением, толерантным их к этим структурам. Поэтому, наверное, все-таки заботиться о безопасности общества нужно, и, естественно, усиление работы в этом направлении со стороны правоохранительных структур, оно вот приводит к тому, что происходит увеличение. Наиболее сложные категории дел, такие как убийство, допустим, связаны с несовершеннолетними, рассматривают наиболее опытные судьи, наиболее опытные, проработавшие значительный период времени, имеющие и жизненный опыт, и понимающие, являющиеся в определенной степени и государственниками, потому что в нашем деле это тоже ведь не последнюю роль играет. Мы правоприменители, но, несмотря на то, что закон есть, и его можно по-разному формально применять и так далее, в отрыве от реальности, которая существует в нашем обществе, применение закона невозможно. Учитывать эти вещи надо. А как Вы относитесь к спекуляциям некоторых СМИ, некоторых, может быть, комбезнащитных организаций? Вот как раз, когда идут большие такие процессы по статьям экстремизма, терроризма, у нас бывало так, что идут очень горячие обсуждения в прессе, и не совсем, может быть, того градуса, придерживаются, которого надо будет. Вы как относитесь к этому? Свобода тоже не может быть абсолютной. И говорить о том, что можно, скажем так, без ограничений пользоваться той свободой, которая предоставлена нам. Любая свобода заканчивается там, где она затрагивает интересы другого человека. Всякое право должно быть ограничено, взаимосвязано. Поэтому в отрыве от того, что существует в обществе или происходит в обществе, критиковать, обсуждать эти вещи, это все до поры до времени. Вы понимаете, оправдывают до тех пор, пока человек самого лично не ограбит, либо не обидит хулиганы. Вот когда хулиганы его обидят просто так, вот тогда он начнет говорить, что надо сажать, надо сажать, надо сажать, а не ограничиваться штрафами и так далее. Суд он на то и суд, что он должен быть беспристрастным, без неподвержен влиянию того общественного мнения, которое создается, и то, что происходит в средствах массовой информации. Вместе с тем, вот эта безответственная, я считаю, безответственная свобода, которая существует, особенно в электронных средствах массовой информации, это неправильно. Особенно это касается анонимности того, что люди, которые имеют возможность участвовать в обсуждении этого, в комментариях, прикрываясь этой своей анонимностью, фактически не несут абсолютно никакой ответственности. Этот вопрос очень актуален, он и неоднократно у нас поднимался и на заседаниях нашего совета судей нашей республики. Мы открыты, мы стараемся взаимодействовать, даем любую информацию. Все это прозрачно, в части касающейся функционированной судебной системы, вплоть до декларации руководителей и судей, выносимых этих решений. Вот, более прозрачности сложно даже представить в этой ситуации. Мы не против освещения судебных процессов в средствах массовой информации. Но, проблема-то в чем? Проблема заключается в том, что обсуждение начинается в рамках рассмотрения, не дожидаясь вступления этого судебного решения в законную силу. Ради бога, вступил в законную силу, обсуждайте это решение и так далее. А в рамках рассмотрения это попытка фактически оказать воздействие, создав соответствующее общественное мнение. Создается общественное мнение и вот начинает говорить, вот суд этот должен, вот суд то должен, вот он неправильно рассматривает. Это ведь по большому счету давление на суд. У нас такой есть интересный документ, он называется кодекс судейской этики. Вот. В этом кодексе судейской этики, если мне не изменяет память, в статье 6 говорится о том, что судья при принятии решения не должен быть подвержен тому давлению, которое может создаваться в обществе, либо в средствах массовой информации при рассмотрении его дела. Вы понимаете, не всякое решение, которое принимает судья, является популярным. Вот. Он может, скажем, при том, что толпа кричит, расстреляйте его, а он может его оправдать или дать более мягкое мировое наказание. В этом-то и, скажем, обязанности судьи, чтобы вне зависимости от каких-то влияний личностного отношения к произошедшему, быть беспристрастным, естественно, и быть слугой закона. Это не всякому дано, но этому учатся и привыкают к этим вещам, поэтому... Напрашивается вопрос, вы говорите, учатся достаточно ли сейчас кадров в судейской системе? Вы говорили некоторое время назад, что есть кадровый голод. Есть кадровый голод, он связан, наверное, все-таки со спецификой этой работы судейской и, естественно, теми нормативными документами, которые регламентируют требования, предъявляемые к кандидатам в суде. Сама процедура прохождения достаточно непростая. Любой человек, имеющий формально предъявляемые законом соответствия тем требованиям, это, естественно, 25 лет возраст, высшее юридическое образование, 5 лет юридического стажа, вот, при наличии, то есть при отсутствии каких-то компрометирующих вещей, может попытаться стать судьей. Судьей, прошу прощения, по блату не становится. Сама процедура прохождения, это, она очень сложная. Начиная с момента сдачи экзамена, у нас половина сдающих фактически не сдают, вот, половина сдаёт, где этот показатель, он каждый год один и тот же. Там сидят наиболее уважаемые судьи, их где-то 15-17 человек, вот, с районного звена, с верховного, с арбитражного суда, которые принимают специфический экзамен, экзамен у претендентов на должность судьи. Вот, и в рамках этого человек должен показать такие знания, что он завтра, если его назначат, может сесть в кресло судьи и начать рассматривать и выносить соответствующее решение. Хотя, конечно, есть ещё период обучения определённого характера, но уровень-то достаточно большой, предъявляемый, он достаточно высокий. После этого человек может участвовать в конкурсе, подаёт соответствующие документы в средствах массовой информации, объявления на эту тему бывают, подаёт к коллекционной коллеге документы, касающиеся своей автобиографии, анкетных данных, родственников, вопросов привлечения родственников к уголовной, к административной ответственности, его самого привлечения к административной ответственности, характеристики, декларации, объяснение, откуда это имущество появилось. Вот, процедура очень достаточно щепетильная, и всё это проверяется в течение двух-трёх месяцев с соответствующими структурами, правоохранительными, налоговыми и так далее. Вот, если человек что-то пытается в этой ситуации скрыть или указать что-то неверное, это бесспорное основание для отказа в рекомендации. После того, как даже человек получает рекомендацию здесь в куриционной коллегии, все эти документы уходят в Верховный суд Российской Федерации, повторно перепроверяются федеральными структурами, в частности, федеральными инспекторами, эти все вещи. С Верховного суда уходят в администрацию президента, там это всё опять перепроверяется. Но в общей сложности процедура длится где-то 8-9 месяцев на период назначения судьёй. Поэтому стать судьёй очень непросто, при даже тех формальных этих вещах. Но в последние годы кадровая практика комиссии и администрации президента ужесточилась. Ужесточилась в части того, что ещё больше требований начали предъявлять к этому, чтобы у человека не было конфликта интересов. То есть родственники, чтобы у него не работали где-то в правоохранительных органах и не было пересечений в той сфере деятельности, которую он предполагает. Если такая возможность пересечения есть, то это является препятствием для назначения. Служил ли человек в армии? На это сейчас очень сильно обращают внимание. Если я не служил, по каким основаниям? Если это по состоянию здоровья, это одно. Если нет законных оснований, по которым человеку предоставляли отсрочку, естественно, это тоже отклоняется. Я уже не говорю, там много других разных сопутствующих вещей, которые всё это проверяется. В связи с чем, естественно, и сложности начали возникать, связанные с выдвижением людей на руководящей должности. Не хотят идти, допустим, потому что прохождение очень непросто. Либо высшестоящий суд, верховный суд тоже не особо хотят. Потому что выявление в рамках этих процедур каких-то вещей в отношении действующих судей влечет, естественно, привлечение к дисциплинарной ответственности. Поэтому сложности есть, и особо и жаждущих-то нет. Несмотря на то, что вроде в обществе создалось не совсем, наверное, правильное мнение о том, что вот большие заработки получают судьи. Я бы не сказал, что и заработки уж очень-то большие. При том, что вот сама ответственность, она и сама работа требует брать на себя и этот непростой груз ответственности за выносимые решения, за судьбы людей. А это ведь работа еще и накладывает очень большие ограничения. Ты уже задумываешься, с кем встречаться, где, куда ходить. Можно ли тебе посетить это мероприятие? Не повлияет ли это на, скажем, на подрыв авторитета судебной власти? Вот. Как поступить? Вот. Даже в совершении, допустим, административных правонарушений, вот, когда рассматриваются претенденты на должности судей, если он, ну, все практически, скажем, по той же самой аудиофиксации, там, за превышение, скажем так, скоростного режима, там, один-два раза привлекались. Но если этот претендент 10-15 раз он привлекался к административной ответственности, естественно, его рекомендовать не будут. Как ты можешь других людей наказывать, если у тебя у самого эти правонарушения имеют? Нужно же еще иметь и моральное право спрашивать других в этой ситуации. Поэтому вот это вот, скажем, ограничения, которые накладывают, они достаточно жесткие. Говорить о каких-то больших зарплатах я бы не сказал. Я не стесняюсь этих цифр, вот, и могу сказать о том, что, ну, средняя заработная плата годовая мы у нас в декларации регулярно подают. Мировой судья по декларации получает в пределах миллиона, районный судья это где-то миллион триста, миллион четыреста. Это с учетом стажа, а начинающий еще меньше значительно. То есть начинающий мировой может 40-50 тысяч, районный судья 60-70. Конечно, со временем, когда у него стаж там 10-15 лет появится, вот с учетом этих вещей, естественно, и выслуга будет выплачиваться, там и отпускные, и определенные премиальные. Вот эти цифры около миллиона у мирового, я озвучивал, это все с подоходным, с матпомощью, прочее все и так далее. Не очень-то и большие деньги по сегодняшним временам. Многие юристы в структурах коммерческого характера значительно больше зарабатывают. А спрос и требования достаточно большие. Поэтому, когда те претенденты, желающие стать судьей, сталкиваются и узнают об этих вещах, не особо-то жажда. Случается, упрекают ваших учененных в том, что не всегда не все декларации публиковывают обоходах своих. Каким образом вы поступаете в таких ситуациях? В законе этот вопрос регламентирован. Там написано, на сайте публикуется согласие. С согласия претендента. Поэтому упрекать моих судей или моих заместителей, которые не захотели разместить их, это их право. В законе так предусмотрено. И говорить, что они тут что-то скрывают, я бы не сказал. Скрывать особо нечего. Другое дело, прошу прощения, приятного в этом мало, когда начинают обсуждать, вот у Гелазова то, оказывается, у Гелазова другого и так далее. У меня 30 лет судейского стажа, я столько работал и так далее. У меня избыточного, я не очень богатый человек, избыточного ничего в этой ситуации нет. Но когда начинается это все, скажем так, быть предметом в средствах массовой информации, близким родственникам не очень приятно, супруга мне тоже говорит, а почему ты соглашаешься? Я говорю, я человек открытый, пусть ведет. У меня ничего не меняется, что было, то и остается. Поэтому это же касается и судей другого уровня, районных и так далее. Там, где люди считают возможным, соглашаются, а если они не соглашаются, это их личное дело, и естественно заставить мы не можем. И говорить, что они что-то уклоняются или прячут, это неверно. Неверно, потому что у нас в рамках антикоррусовной работы в судебном департаменте есть специальная комиссия, которая ежегодно проверяет все поданные декларации, сравнивает их с предыдущими годами, и если есть какие-то вопросы, которые возникают с тем имуществом, которые указаны в декларации, в обязательном порядке берут объяснительные, и вопросы достаточно жестко регламентируются. Все это в дальнейшем отправляется в судебный департамент Москвы. Все под контролем, и никаких, скажем там, никакого имущества, которые там где-то за границей находятся, или не учтенно, еще этих вещей нет. Оно невозможно реально. Коррупционные составляющие присутствуют среди ваших причин? Ну, все зависит от того, что понимать под коррупционные составляющие. Говорить о том, что судьи попадались на получение взятки, у нас таких случаев не было. За совершение каких-то обычных преступлений судьи привлекались к ответственности. Вот у нас такие случаи были. За совершение дорожно-транспортного происшествия привлекались. Вот в случае совершения каких-то, ну, скажем так, нестандартных вещей, пьяный за рулем попался, или там похулиганил, еще что-то, мы людей просто говорим, увольняйся, уходи, он уходит. Вот. А коррупционная составляющая, на моей памяти таких случаев не было, чтобы именно вот за получение денег в судах общей юрисдикции кого-то привлекли к ответственности. Я говорю про суды общей юрисдикции. Я понимаю, да. В прошлом году, например, об этом говорите, если он стал участником преступления какого-то, то, наверное, были такие случаи? Ну, в прошлом году у нас к уголовной ответственности судей никого не привлекали. Не привлекали. Чувствуется отбор такой? Спрос. Ну, я скрывать не буду. Я уже сказал о том, что действительно за совершение каких-то проступов, которые влекут, скажем так, подрыв авторитета судебной власти, мы с людьми просто расстаемся. Вот. Не в обязательном порядке через прекращение их полномочий, а просто говорим о том, что вот вы не можете быть судьей, поэтому уходите. Вот такие случаи есть. Они разного характера. Вот. Я уже сказал, это может быть и пьяный за рулем оказаться, может там и поскандалить где-то, или ненадлежащим образом себя ведет. Вот. Разные причины были. А так, с коррупционными составляющими этих вещей нет. И потом, вы знаете, вот говорить о том, что взятки какие-то берут, достаточно сложно в силу того, что есть у нас такое понятие. Единство судебной практики. Вот эту судебную практику ее устанавливает Верховный суд Российской Федерации. Доводит до нас. Мы доводим до ниже стоящих. И естественно, основная масса дел определенных категорий, она рассматривается вот именно вот таким образом, а не коим образом другим. И совершенно невозможно вынести диаметрально противоположное решение, потому что при обжаловании высшестоящий суд в любом случае поставит все это на место, на ту судебную практику, которая существует. Это раз. И потом, если даже говорить, что судье взятку дали, ну вынес он решение, другая страна обжаловала, Верховный суд ушло. Что опять здесь давать? Если оно явно незаконное решение, естественно, и в его же бесспорном порядке. И потом отменят в бесспорном порядке, еще и ругать будут. Это показатель. Это показатель. Поэтому с учетом вот возвращаясь к тому разговору, как становятся судьями, вот проходя или пройдя такой сложный путь и добившись такого большого, таких больших полномочий, что тебе сам президент указом дает такие полномочия властного характера решать судьбу людей, лишать их свободу, там, иные судебные решения, люди, когда вот это все проходит и доходит до конца, получают уже, вот мы в торжественной обстановке вручаем им эти удостоверения, я им всем говорю, вот берегите это удостоверение как партийный билет, вот, хвастайтесь перед друзьями, родственниками, но ни в коем случае, чтобы у вас даже мысли не возникало говорить о том, что я судья, вот вы со мной ничего сделать не можете, совершенно не так. Судья по сравнению с простым гражданином значительно меньше защищен. Простой гражданин может, прошу прощения, там, и с соседом поругаться, а здесь ни с соседом поругаться нельзя, ни свидетелем быть нельзя, ни совершать ничего нельзя. Не дай бог на тебя что-то напишут, куриционная коллегия у нас есть, она достаточно жестко, там есть комиссия по жалобам на действия судей, и каждый случай, жалобы на действия судей, не связанные связанные с вынесением решения, вынесенное решение его обжалуют в установленном процессуальном порядке, а вот с действиями судьи, они, я вот еще раз говорю, достаточно серьезное ограничение накладывают. Поэтому говорить о том, что судья там, от того, что он там ДТП совершил, и он уйдет от ответственности, это неверно. Поэтому, конечно, вот и люди, пройдя, и добившись назначения указом президента, на эту должность, я им говорю, дорожите своей должностью, дорожите тем путем, который вы прошли и стали судьями в отношении. Поэтому, конечно. А жалоб конструктивных и оправданных много? Нет, не много. Основная масса, она, знаете, связана с тем, что люди не согласны с судебным решением. Они не согласны с судебным решением, и любым путем, вот не только процессуальным, что обжалование, Верховный суд Российской Федерации, а попытки, скажем так, опорочить судью, что он заинтересован был, и поэтому именно таким образом выносил решение, что он себя не так ввел в рамках процесса, оказывал кому-то предпочтение, чувства беспристрастности не было. Вот попытка любыми способами, с помощью жалобы на судью, добиться отмены того или иного судебного решения. Эти случаи есть. Основная масса жалоб на действие судей, она связана всегда с теми судебными решениями, которые вынесены были. А так, жизнь, она многогранна, и судьи разводятся, и бывшие жены жалуются, имущество не так поделили, и детей не хотят отдавать. Понятно все это, еще раз я говорю, накладывают большие моральные обязательства, что, ну, какое общество, такие и судьи. Но работа в этом направлении, вот, в части воспитательной стороны, в части того, чтобы культура судопроизводства выше была. Вот, кстати, вопрос культуры судопроизводства, он у нас тоже одним из таких является стратегических, и мы на него тоже постоянно обращаем внимания, потому что суд, это место, где должны разрешаться и разрешаются конфликты. Здесь очень много конфликтности, люди приходят со своими проблемами, конфликтами, и требуют отсюда разрешения спорных правоотношений. Я говорю, вот эти вот разрешения этих спорных правоотношений, оно должно быть цивилизованно, в хороших условиях, вежливо, персонал, грамотный судья, решение не только законной еще справедливости. Тут много разных сопутствующих вещей связанных с культурой судопроизводства. Поэтому, понятное дело, вот эта вот конфликтность, она характерна вообще на сегодняшний день нашему обществу, но в суде она наиболее ярко выражается. Поэтому, естественно, мы и вот воспитательную работу и с аппаратом, и с судьями проводим о том, чтобы все-таки очень вели себя аккуратно, никогда не входили меж личностные отношения со сторонами, судья в любом случае должен быть выше этого всего. И, естественно, споры эти разрешать так, чтобы люди все-таки оставались удовлетворенными и уходили из суда. что, да, справедливость вот здесь нашлась. Является ли пересмотр высшестоящей инстанции неизменение приговора одним из критериев работы судьи и великой процент? Он, естественно, процентом стабильный. У нас без изменения, ну, как мы говорим, без изменения оставляется где-то 80-82% по уголовным делам и где-то 77-78% по гражданским делам. Вот. Цифра, она стандартная. Поэтому, когда обыватели говорят о том, что Верховный суд проштамповывает и все оставляет без изменения, статистика свидетельствует совершенно о другом. Фактически, получается, каждое четвертое дело по гражданскому, по гражданским правоотношениям отменяется, изменяется или еще что-то, выносится какое-то решение, а не то оставляется, которое это. Вот. Это все-таки показатель. Естественно, это средний показатель по республике, но у разных судов он разный. И очень многое зависит от того, какой суд. Если это какой-нибудь сельский суд, где, допустим, два решения обжаловалось всего лишь в течение года, одно из них отменили, да, 50% показатель, вот, и говорить, что они плохо работают по сравнению со среднереспубликанским, наверное, это неверно. когда вопрос стоит о больших цифрах, там, о практикообразующих судах, таких как Набережный Челный, Вахитовский, да, у них показатели очень хорошие. Это абсолютно не связано с тем, что их Верховный суд поддерживает и прочее всего. У них очень сильный судебный состав и так далее. Ясное дело, что и у них, вот, скажем, в Вахитовском суде, вот эта цифра, которая у них там, ну, условно, скажем, 80%, она ведь тоже складывается от работы разных судей. Кто-то работает там почти по 100% при большом количестве обжалованного, а у кого-то там половина почти отменяется. Естественно, все это учитывается. Учитывается, да. Мы анализ этому даем, это, конечно, он наш внутренний анализ. Естественно, эти вопросы и качество работы конкретных судей и судов, все это происходит на наших ежегодных совещаниях, вот, на которых, в принципе, и вы бывали, вот, особенно во второй части, закрытой, когда и наши приглашенные, и средства массовой информации уходят. Вот заместители дают соответствующую оценку работе судей. Естественно, если у человека большое количество обжаловано и очень много отменяется, вот, его могут пригласить сначала на беседу, на состав, потом к заместителю пригласить на беседу, что ты исправляйся, что ты не справляешься, вот, учись, давай на стажировку тебя пригласим, в Верховный суд. Если уж не дано и дальше человек продолжает плохо работать, естественно, это начинает влиять, ну, и, естественно, на присвоение очередного коалиционного класса, вот, на вопросы, связанные с карьерой, ну, и практически может ставиться вопрос о том, что он не справляется с этой работой. У Верховного суда такой показатель? У нас тоже показатели очень хорошие, вот мы сегодня утром только с моим замом Беляевым разговаривали, у нас в этом году по первой инстанции там за 90 цифра уже пока держится, очень неплохо. У нас футейский корпус, который рассматривает дела по первой инстанции, очень сильным считается, количество дел у нас большое и обжалуется тоже. Показатель хороший. По условно-досрочному освобожденному, если суд освобождает и человек возвращается, совершает преступление, вы отслеживаете этот процент? Есть какой-то? По большому счету это не совсем наша работа, да, хотя вопрос условно-досрочного освобождения в последние годы очень активный и обсуждаются, но вот рецидив возврата, он достаточно высок, и нас это и смущает, в связи с чем, естественно, показатели удовлетворения на условно-досрочное освобождение он где-то 24-25 процентов. Не очень-то большой, то есть от общего количества обращающихся. Вместе с тем нужно задумываться о том, что если человека не механически, да, право есть у него обратиться, а у суда есть право удовлетворить или отказать. А если он уже до этого неоднократно условно-досрочно освобождался и опять оказывался в местах лишения свободы, смысл его выпускать? Опять преступность на улице то же самое. Он живет, опять совершит и опять назад вернется. То есть вот сам рецидив и возврат условно-досрочно освобожден, он достаточно высок. Поэтому мы очень аккуратно к этому вопросу относимся с учетом, естественно, мнения и администрации, и с учетом мнения прокурора. При такой напряженной работе у судей, при таком вообще отборе, при таком графике, при такой ответственности большое внимание вы уделяете? Вы не рабочий какой-то жизни, я не знаю. Вы знаете, у нас наша судебная система Татарстана, она достаточно активно участвует в общественной жизни и нашей республике в спортивных мероприятиях. У нас очень много внутренних, внутрисудейских различных турниров, чемпионатов. мини-футбол, волейбол, настольный теннис, хоккей даже весь мероприятие. Мы участвуем не только внутрисудебной системы, проводим эти турниры, но и участвуем в Приволжском федеральном округе в такого рода мероприятиях. И в республиканских вот в этом году мы заняли достаточно там престижное второе место по плаванию среди госслужащих республики, при том, что участвовало 35 ведомств. Это все-таки показатель того, что и спортивная жизнь, ну и общественная жизнь тоже на месте не стоит. Это и благотворительность, это и посадка леса, это и оказание помощи каким-то детдомам, потом связанное с подготовкой к школе, вот благотворительность определенного характера. Ну и газета, и химиды это наша, в том числе и конкурсы. Сейчас вот у нас завершается конкурс детских рисунков детей судей, работников, там на первом этаже, да, завершается тоже. А перед Новым годом мы привели конкурс фотографий, я вот вам тоже подарю эти наши альбомы с видами города Маяк-Казань. Поэтому достаточно активно все это проходит. Но вы знаете, на последнем Совете Судей Российской Федерации, которая в конце мая проходила, я член Совета Судей Российской Федерации, вот, новый председатель Совета Судей Момотов Виктор Викторович в своем выступлении высказал очень необычную мысль, я как-то даже был удивлен. Вы понимаете, съезд, который в конце прошлого года прошел, перед новым составом Совета Судей поставил вопрос о разработке научно обоснованных нормативов служебной нагрузки судей. Потому что на сегодняшний день нагрузка очень большая, особенно на мировых судах, особенно вот в наших центральных судах, таких как Советский, Вахитовский, Приволжский, Челнах очень большая нагрузка, Новосавиновский, запредельная нагрузка. А что такое эта большая нагрузка? При том, что спрос достаточно жесткий, дела должны вовремя отписываться, задаваться, все прочее. Люди требуют, вот положено в течение пяти дней протокол изготовить. Нас не интересует, что у вас там большая нагрузка, ты мне дай, по закону положено. Ну, естественно, поэтому и мы спрашиваем в отношении этого. А это к чему приводит? Это приводит к тому, что судьи работают постоянно не только как конвейеры они находятся, а с перегрузкой. Они вынуждены эту работу после работы либо остаются, либо еще домой уносят. Суббота, воскресенье выходят, и это приводит по большому счету с теми ограничениями, которые на суде еще накладываются в какой-то степени к социальной изоляции. Понимаете? То нельзя, это нельзя, это, это. Все на работе, и вот в этом ритме жить и работать достаточно сложно. Тоже вот проблематика с этими вещами есть. Поэтому, конечно, участие спортивных в общественной жизни только поощряется. Я и нашим регулярно раскварствовал тем, кто устраивается на работу к нам Верховный суд, я личные дела, вон, в частности, они лежат, я личные дела всех просматриваю, этих людей приглашаю на беседу, и в рамках этой беседы говорю о том, что у нас поощряется это, потому что у нас и в Верховном суде, и в волейбол играют, и в обед йогой занимаются, и танцами занимаются, здесь в обед, в обеденный перерыв, и английский язык изучают, в общем, чего только нет, всякая. Молодежь, поэтому воспитание коллективизма, что мы одна семья, мы делаем общее дело, оно в определенной степени, наверное, и формирует вот из тех людей, которые проходят через школу работы Верховного суда, вот, из них тоже формируется кадровый состав многих своих работников, которые хорошо себя зарекомендовали, показали, рекомендуем на должности мировых судей, районные суды, сельские у нас уезжают, так что только за прошлый год у нас Верховного суда 14 человек мы рекомендовали, вот, Сколько сейчас судей? Судей, судах, общей юрисдикции, мировые, районные и Верховные, 701 человек. Полностью, да, 701 человек, ну и где-то около, свыше 2000 у нас аппарат. Вот это суды общей юрисдикции. Я не говорю про арбитраж, этот конституционный суд, вот это, вот, суды общей юрисдикции. Мировые, районные, Верховные. Ну и учитывая кадры, сколько не хватает до оптимального количества, скажем так? Увеличивать не будут, это не тот путь, по которому собираются идти, увеличивать штатную численность судей не будут, будут решаться вопросы, связанные с оптимизацией и разрешением судебных споров в досудебном порядке. Либо это медиативные какие-то процедуры будут, либо какую-то часть дел, связанных с незначительными суммами отдадут, скажем, налоговым органам, иным структурам, которые могут сами накладывать, допустим, какие-то административные взыскания и взыскивать. Человек при несогласии сможет в суде все это. Вот, а на сегодняшний день вот эта избыточная перегрузка суда, она во многом связана с тем, что иные структуры не берут на себя ответственность за принятие тех решений, которые находятся в их компетенции. То есть, всем нужно в обязательном порядке решение суда, для того, чтобы принять то или иное решение. Ответственность, опять же, на суд. Вы сходите в суд, принесите решение. Мы знаем, ваше право нарушено, но мы его без судебного решения восстанавливать не будем. Это, конечно, перекос во взаимоотношениях между ветвями власти, в особенности исполнительной властью. Хотя, показатель, вот этот показатель восстановления прав граждан, он достаточно высок. 94% по гражданским делам обращения в суд удовлетворяются. А часто и судебного решения, оно бесспорно должно быть удовлетворено, судебного решения. Вот и встает вопрос, о том, что, кто берет на себя ответственность. Суд. Так что, вот судейская работа, она такая. Хлебо достаточно тяжелый, непростой. полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ. Татаринформ.